Здравствуйте! В эфире программа «Детали дня» в студии Данил Кельдышевский. Сегодня утром состоялась очередная подлёдная альгализация Белаярского водохранилища. В водоём вводят водоросли хлореллы для борьбы с цветением воды. Такой способ препятствует размножению сине-зелёных водорослей. По инициативе ВБС на Белаярском водохранилище применяется уже четвёртый год подряд. Помимо избавления от цветения водоёма сине-зелёным водорослей, то есть решение основной задачи хлореллы, даёт и дополнительное питание рыбе, и насыщает воду кислородом, и улучшает воду по гидрохимическим, органическим показателям, ну и соответственно устанавливает регуляционный потенциал всего водоёма и прилегающей территории. Цветение воды опасно для всего живого в водоёме, говорят специалисты. Сине-зелёные водоросли разлагаются и выделяют вредные токсины. Такую воду нельзя пить, и даже стоять рядом с ней опасно. Водохранилище выливает суспензию с хлореллой, врагом сине-зелёной водорослей. Подводная война микроорганизмов даёт свои результаты, отмечают в отделе охраны окружающей среды. В сравнении с прошлым годом цветение водоёма значительно уменьшилось. Качество воды выросло. Данные работы мы планируем и в дальнейшем проводить, чтобы поддерживать экологическое состояние Белоярского водохранилища на данном уровне. Автомобильные баталии развернулись в выходные на стадионе «Электрон». Там прошла восьмая традиционная автодуэль. Гонщики соревновались в скорости и владении автомобилем на льду. За происходящим следила наша съёмочная группа. Когда на старт выезжает автомобиль с номером один, зрители обычно не верят, что именно эта машина придёт первой. А вот гонщик за рулём этой «семёрки» надеется, что ему удастся максимально приблизиться к пьедесталу. За рулём «семёрки» зареченец Максим Поляков – спортсмен-любитель. На этой трассе уже не в первый раз, но прийти первым пока не удавалось. К этим автогонкам мужчина готовился тщательно, гонял даже по ночам. Пытались почувствовать машину. Не знаю, посмотрим, получилось или нет. Покрытие, лёд, скользко очень, но резину взял хорошего друга, поэтому вполне можно ехать. Сейчас в классе задний привод. Хотелось бы поближе к пьедесталу, но очень много опытных соперников, которые не первый год катаются, поэтому не последним хоть быть. А вот зареченка Оксана Тарасова о пьедестале даже не задумывалась. Девушка всего полгода назад получила право управлять автомобилем, а сегодня уже решила попробовать свои силы в автоспорте. К финишу не торопилась, трассу проехала осторожно. Сильно не торопилась, потому что я первый раз участвую, поэтому я решила, что лучше аккуратно проехать. То есть первые места никакие не нужны. Главное – себя попробовать. Это лучше проехать медленно, аккуратно, чем занестись куда-нибудь в сугроб. На трассу Оксана Тарасова выехала в классе «Леди», заезде, организованном специально для девушек. Всего классов было шесть. Задние, передние и полноприводные автомобили, «Леди», спортивные автомобили и массовый старт. Кроме того, в этот день зрители увидели еще и показательные выступления мотоклуба. Всего автомобильное шоу длилось больше пяти часов. В каждом из классов призы поделили зареченцы и гонщики из Екатеринбурга. А наш герой Максим Поляков достиг своей цели и занял место максимально близко к пьедесталу – четвертое. В следующем году, говорит спортсмен, будет стремиться только к победе. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Павел Панов. Детали дня. Хоккеисты команды «Феникс» внесли большой вклад в развитие спорта в нашем городе. В этом убеждены в администрации Заречного. В эти выходные глава Василий Ланских лично поблагодарил каждого хоккеиста за удачно проведенный сезон. Напомним, в этом году команда «Феникс» достигла небывалого успеха. Она заняла второе место в чемпионате Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. В финале у наших ребят оказался сильный соперник – команда «Молния» из верхней туры. В этот раз везение оказалось на ее стороне. Тем не менее, так близко к пьедесталу наши хоккеисты не подбирались уже 8 лет. Василий Ланских вручил спортсменам благодарственные письма. В планах на следующий сезон у команды «Феникс» взять реванш и стать чемпионами области. А у главы города большие планы по развитию хоккея в Заречном. Мы не дадим этому замечательному виду спорта, нашему виду спорта никогда умереть на территории города Заречного. Будем всячески поддерживать, развивать его. И вот сейчас уже двумя словами перебросились. Уже проговариваем возможность строительства на территории города Заречного в закрытой, нормальной, настоящей рядовой арене. Чем мы хуже азбеста и рептинска, у которых все уже сделано. Домашние деликатесы, мясо, а в качестве десерта – печенье. Все это – традиционное воскресное меню для воспитанников собачьего приюта. Изысканную еду питомцам приносят волонтеры. Люди, которые никакого отношения к питомнику не имеют, но которым не безразлична судьба животных. Мы привозим сухой корм, привозим еду, берем отходы из садика. И берем лакомство – печенье овсяное, колбаску недорогую. Вы уже слышали, когда мы подъезжали к приюту, как они нас заливисто встречали. Сначала кормим, потом каждую ласкаем, гладим. Они ждут очередности. Животным приносят сваренные дома каши, скормливают печенье и сосиски. Все проверенное и только свежее. Людмила Баянкина и Татьяна Акулич приезжают в питомник еще с тех времен, когда его взяли под контроль власти. Привозили корм и пытались по мере возможности пристраивать бездомных собак. Сейчас, когда на питомник выделяют деньги и собакам хватает сухого корма, женщины привозят питомцам лакомство по привычке. Каждую неделю стараются приезжать сюда, чтобы покормить их, угостить сосисками, печеньками и вкусной домашней, сваренной горячей едой, а не сухим кормом. Сообщи, где торгуют смертью. В Заричном продолжается всероссийская антинаркотическая акция. В течение 12 дней каждый желающий может поделиться информацией о возможных местах распространения наркотиков. На горячую линию жители города могут анонимно сообщить любую информацию о местах расположения наркопритонов и точках продажи наркотических препаратов. Все сообщения готовы выслушать по телефону доверия полиции 73913. Акция продлится до 29 марта включительно. Звоните. Только наше с вами неравнодушие поможет правоохранителям в борьбе с чумой 21 века. Мощные снегопады, парализовавшие Европу, Украину и центральную территорию России, дошли до Урала. К вечеру осадки начнутся и в Свердловской области. Более подробный прогноз погоды на завтра смотрите прямо сейчас. Информация предоставлена агентством Гесметио. 26 марта в Заречном будет пасмурно и снежно. Температура воздуха ночью минус 5 градусов, утром на 1 градус ниже. Днем столбик термометра поднимется до отметки минус 4. Эта же температура сохранится и вечером. Ветер преимущественно восточный, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Если вы стали очевидцем или участником чего-то необычного, интересного, или у вас есть проблема, которая не решается без огласки, звоните, рассказывайте. Телефон 711-72, адрес сайта zartv.ru. Делайте новости вместе с нами и получайте подарки. На этом у меня все детали. Оставайтесь с нами на канале Заречный ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова